Западный 1, так называется этот поселок, контуры которого уже осязаемо видны на одной из окраин магнитки. Горожане, блестяще поделенные реформаторами на два лагеря, так определяют ныне статус друг друга. Одни с нетерпением ждут роста минимальной зарплаты, другие строят сад на Магнитогорском море и коттедж в поселке Западный. Счастливчиками можно назвать металлургов, которые, как и все трудящиеся России, недополучают зарплату, но их предприятие думает все же о компенсации. Тут тебе и различные формы безналичного расчета, и кредитные суды на строительство. И это строящееся жилье также один из видов компенсации за трудную жизнь в непонятное время. Весь мир живет все-таки на 80% в индивидуальном жилье. Пусть оно, так сказать, не очень дорогое, с тонкими стенами, в зависимости от климатических условий. Но, тем не менее, весь мир стремится к тому, чтобы жить в индивидуальном жилье. Так вот, исходя из этого, мы на будущий год все-таки планируем, и такие задания даны, соответствующие службам, значит, найти кредит инвестиционный, жилищный, порядка 100 миллиардов рублей. Из этого кредита выделить ссуды трудящимся, ну, скажем, или с льготным процентом, или беспроцентные ссуды, на определенное количество лет. Вот, скажем, сегодня посчитали, скажем, столевар высокопрофессиональный, который имеет заработок, ну, или доход, будем говорить, около 2 миллионов рублей, он скажет, если у него жена работает, и больше у него ничего нет, ни сада, там, ни квартиры, чтобы залог можно заложить, то он может в течение 10 лет рассчитаться по этой ссуде и построить дом. Можно, в принципе, сегодня из материалов, которые имеются в регионе города Монтогорска, то, что вырабатывает сам металлургический комбинат, можно за 120 миллионов рублей, в принципе, приличный домик построить. Дальше вопрос земли. Ну, что касается Монтогорска медкомбината, у него земля есть, потому что у него 4 совхоза, есть несколько десяток с лишним деревень, скажем, которые имеют сегодня уже более-менее инфраструктуру, электроэнергию, газ подведенный, так сказать, вода разведанная есть, в котором скважины. То есть есть возможность инженерную часть сделать. То есть есть земля, есть возможность инженерную часть сделать, и, исходя из этого, вот дом 120 миллионов, начать от строительства. Эта стройка, ставшая для металлургов пробным камнем, многому их научила. Период эйфории закончился в нормальные сроки. Могло быть и хуже, но опомнились вовремя. Пытливо начали искать выходы из ситуаций нестандартных. На комбинате сейчас создан жилищный инвестиционный фонд, для того, чтобы часть денег, которые нужно для строительства жилья, собрать с трудящихся и продолжать строительство, потому что денег, таких, которые раньше были у комбината строительства жилья, их просто сейчас нет. Вместо громоздких подземных коммуникаций, ноу-хау, на меня честных, в основе которых химофизический принцип, разработанный компанией «Уралэко-город Челябинск». Дороги из Мартыновского шлака, говорят, вся Америка на них стоит. Так что эти временные автострады проложены уже по постоянной схеме. Владимир Андреевич, кто здесь будет жить? Вот можно социальный портрет будущего жителя поселка Западного нарисовать? Богатенький, бизнесменный, предприниматель или просто рабочий? Список на застройщиков составлялся еще в 90-м году, согласно заявлению. И по этому списку социальная структура застройщиков составляет 96% рабочих и 4%. Не могли продать свой участок, допустим, богатому человеку? Они раньше не могли, сейчас уже в принципе могут. И кто останется здесь жить, когда это уже вопрос. И вопрос состоит в деньгах. Если комбинат так же, как помогал и поможет деньгами, то, соответственно, никто не будет продавать участки, а будет строить и постарается здесь жить. Продолжение следует...